Деловое общение, конечно, предполагает определенные условности, но даже без них иногда возникает потребность узнать чье-то мнение или получить одобрение по какому-то вопросу. Антон расскажет нам об этом поподробнее. Надоел, привереда. Когда нам нужно нечто большее, чем просто ответ «да» или «нет», отличным вопросом будет «what is your opinion on something?» Как вы относитесь к чему-либо? Я спросил Джона «Будет ли кто-нибудь возражать, если?» К счастью, это не проблема, и я могу прилететь на день позже. В общем, Тамаре позвонили из агентства и сказали, что остались билеты только в эконом-класс и на другое число. Ну, делать нечего, пришлось соглашаться. Но как вы думаете, как работник агентства спросил, соглашусь ли я на это? Выберите правильный вариант. Правильный вариант Конечно, они написали «would you approve of», ну а я вынужден был согласиться. У меня на сегодня все, пора возвращаться к работе. В повседневном общении нам нередко требуется узнать чье-то мнение по разнообразным вопросам. Как это сделать по-английски, нам расскажет Тамара. Привет, я Тамара, и сегодня я расскажу вам о том, как узнавать чье-то мнение и получать одобрение с помощью повседневного английского. Например, сегодня я не очень уверена в том, что я надела. Поэтому я спрошу у нашего оператора Это отличная фраза, чтобы узнать чье-то мнение. В волосах, если честно, я тоже не очень была уверена. Поэтому спрошу Дословно эту фразу можно перевести как «Каким ты находишь?», но по сути это тот же самый вопрос. Что ты думаешь о? Что-то горло побаливает сегодня. Лучше спрошу Вопрос «how is» по сути переводится «как» или «в каком состоянии». Думаю сходить в кино после съемок. Все говорят про этот новый фильм ужасов. Спрошу, что думает наш оператор по этому поводу. С какой фразы мне стоит начать вопрос? Выберите правильный вариант. Правильный вариант Говорит, что ничего. Нужно успеть купить билеты. Ну все, я побежала. See you! А как спросить о чем-то мнении, что-то предложить или получить одобрение идеи, используя английский сленг? Об этом нам расскажет Настя. Привет, я Настя. Сегодня пятница, конец недели, и я собираюсь куда-нибудь ходить. Напишу об этом Тамаре. Отличная фраза-предложение, которая значит «как насчет?». О, Тамара мне что-то ответила. Кого бы еще спросить? О, знаю. Напишу Яне. Сегодня концерт в клубе 16 тонн. Может, она захочет пойти? Отличный способ спросить вашего друга, нравится ли ему идея и согласен ли он к вам присоединиться. В переводе это что-то вроде «Ты в теме?» Лады? Согласен? Кстати, у этой фразы есть популярные синонимы. Are you in? Are you up for it? У них точно такое же значение. О, Яна пишет. Да что ж такое со всеми? Ладно, сейчас что-нибудь другое придумаю. Хм, вроде бы Антон заканчивает сегодня пораньше. Напишу ему, спрошу. Сможет ли он сходить со мной в кино? Ответил. Посмотрим. Ну, вы поняли, я спросила Антона, нравится ли ему пицца. Класс! Наконец-то я нашла, чем заняться сегодня. Только что написал Антон и предложил сходить в китайский ресторан. А что он добавил к этому? Выберите правильный вариант. Правильный ответ. Are you up for it? Конечно, I'm up for it. Только надо успеть собраться, поэтому я побежала. See you next time! Теперь вы знаете, как правильно получить одобрение или узнать чье-то мнение тремя способами. Проходите по ссылке на экране прямо сейчас, чтобы продолжить изучать английский на сайте Puzzle English. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и следите за новыми выпусками трех способов. Продолжение следует...